Свежие новости о Apple на сайте яблок.com Всем привет, с вами Apple Тема, это 49 эпизод обзора игры, приложений для iPhone, Apple Touch и iPad. Давайте начнем. В начале этого видео быстро напомню, что у нас на канале проводится конкурс с главным призом в виде iPhone 5C. Ссылка на это видео есть в описании к этому видео, а также вот здесь. Еще не поздно принять участие. Этот конкурс продлится до этой субботы или воскресенья, я еще не знаю точно. И пока что так складывается, что я в субботу и воскресенье буду вообще полностью занят. И я даже не знаю, как подводить итоги. Я их, наверное, проведу или в ВКонтакте, или в своей группе, или в Твиттере, а после уже сниму видеоотчет. Соответственно, я вам рекомендую, если вы еще не подписаны ни на Твиттер, ни на группу ВКонтакте, подпишитесь хотя бы на один из этих ресурсов. Ссылки, опять же, есть в описании к этому видео, чтобы вообще быть в курсе всего. И еще что, наши эпизоды обзоров игр, они приближаются к цифре 50. Это 49 выпуск, и по старой доброй традиции я вас прошу поставить много пальцев вверх, потому что мы всегда, когда приближаемся к округлой, дайте на этих видео много пальчика вверх. Так что и в этот раз поставьте. А сегодня мы говорим о таких играх, давайте начнем с первой. Начнем с первой игры, это игра под названием Doddle Kingdom, давайте в нее перейдем. И, в общем-то, здесь мы можем с вами создавать мир, а также участвовать в квестах, то есть выполнять эти квесты, возвращение короля, восстание некроманта, как вырасти дракона. И для всех этих квестов мы должны соорудить либо замок, либо некроманта, либо дракона. Это все делается в создании мира, мой герой это наш герой, то есть, соответственно, мы можем его переодевать и бежать, уничтожая всех вокруг и зарабатывая деньги. С созданием мира мы делаем, так сказать, какие-то элементы, вот, например, взять, давайте, человека и скрестим его, нет, с магом не надо никого скрещать, ну, со зверем, например. У нас выйдет элемент домашний скот, то есть вот получился домашний скот. Вот, и по открытию этих всяких элементов мы будем делать либо замки, либо некромантов, либо драконов, и уже потом участвовать в квестах и, конечно же, их выполнять. Игра интересная для всех возрастов, она отлично подойдет, называется Doodle Kingdom. Далее бесплатная игра недели в App Store под названием Где же Микки или просто Микки, давайте перейдем в эту игру. Мы на ней долго останавливаться не будем, все дело в том, что она очень похожа на Где же Свомпи, я думаю, все в нее играли или так или иначе пробовали в нее играть. И здесь мы должны довести воду до Микки, пройдя вот такой вот незамысловатый уровень. Так, это идет вот сюда, значит, нам надо вот сюда, и чуть-чуть воды вот туда, чтобы собрать звезду. Соответственно, все, все три звезды собрал, Микки набрался воды, и, в общем-то, на этом можем закончить. Так вот будем помогать Микке набирать воду, уровень немного, игра также будет обновляться и добавляться новые уровни. Игра бесплатная, то есть почему бы не поиграть Микки. Далее игра под названием Orb Sorb. Первые две минуты в эту игру я провел, ну, примерно с фразой, это щита такой вообще. Но потом я разобрался, понял, что к чему, как в нее играть, давайте нажмем на play. В общем-то, здесь у нас есть такой кружочек, и этот кружочек мы можем управлять вот отсюда, вот таким вот образом, то есть круговыми движениями. Все, что мы должны сделать, это ловить вот эти кружочки нашим кружочком на кружочке, и не давать другим кружочкам разных цветов добраться до нашей окружности. То есть, вот таким вот следующим образом играть в эту игру мы с вами будем. Так, окей. Пока что все круто. Теперь все будет усложняться и идти намного быстрее со всех сторон. Holy fucking shit. В общем, круто. Игра бесплатная в App Store, и вот когда ты понимаешь, что от тебя хотят, она начинает затягивать, и ты начинаешь в нее играть, потому что, ну, правда, я так инновационно, можно сказать, и интересно. К сожалению, я проиграл. Игра называется Orb's Orb. Далее весьма забавная игра в App Store по названием Trip Trap. В этой игре мы будем помогать мешонку добыть сыр. Она будет преграждать путь вот такие всякие преграды в виде непонятных каких шипов. Мы здесь обычным тапом в любой части экрана можем вот таким вот образом перепрыгивать со стены на стену и доходить до финиша, собрать здесь сыр. То есть, в принципе, вот все, весь такой смысл игры нам преграждает дорогу, но мы все равно добываем ему сыр, и, в принципе, все. Наш машинок счастлив, и мы счастливы, что прошли этот уровень. Игра не бесплатная в App Store, даже не знаю, стоит ли она тех денег, которые за нее хотят разработчики, потому что вот это все, что есть. Мы бегаем по вот такой карте с преградами и собираем сыр, приходим в норку. То есть, соответственно, вот и весь геймплей. Игра называется Trip Trap. Переходим к следующей игре. Это игра под названием MX Meltdown. Эта игра уже, по-моему, была на одном из обзоров. И тогда с ней все было, ну, просто отлично. Она запускалась, и все было просто круто. А сейчас происходит вот такая вот загрузка. На 50% все зависает, но потом каким-то образом она начинает идти дальше. И, в общем-то, на вот этом вот экране она вылетает. Эта игра бесплатная в App Store. Отпишитесь в комментариях, что у вас происходит с этой игрой. Это iPad Air, и она вылетает. В общем-то, MX Meltdown. Переходим к следующей игре. Это игра под названием Суши Муши. Давайте на нее перейдем. В общем-то, в этой игре просто тона уровней. Их тут действительно очень много. И я прошел только первый из них, потому что эта игра чем-то похожа на игру, которая установлена на iPhone. Только я не помню, как она называется. Но смысл там вот такой же. Нужно собрать как можно больше этих сушек и набрать 30 тысяч очков, при том, что у нас есть 9 ходов. И, в общем-то, вот таким вот образом мы с вами будем в нее играть. То есть, ничего особенного, просто нам нужно собрать эти суши и набрать определенное количество, как я уже сказал, этих очков. Так вот поиграть в игру и захотелось поесть. Даже, может быть, и суши. Кстати, любите ли вы суши? Я вот было время, что любил, а вот сейчас как-то не очень к ним отношусь. Но, тем не менее, сейчас я быкс ел. В общем-то, даже не знаю, о чем здесь рассказывать. У меня остался один ход и 14 тысяч очков я набрал из нужных 30. Соответственно, это был последний ход. И 29 550 очков не хватило каких-то 50. В общем, неудачник. Игра называется Суши Муши. Игра под названием Flappy Bird. Это игра сейчас в топе бесплатных игр в App Store. Давайте в нее перейдем. Нажимаю на старт, это игра бесплатная. И все, что мы с вами здесь делаем, это тапаем. Наша птичка летит. И мы должны проходить вот, блин, мимо вот таких вот труп. Не знаю, почему эта игра тоже вылетает, но в нее можно взлететь. Но как только что-то происходит на экране, то происходит вылет. Не знаю, чем это связано. Ах. Для этой игры нужны хорошие нервы. Желательно стальные. Так. Жопу, все это говно. Игра называется Flappy Bird. И последняя на сегодня игра называется Night Inferior Trust. Меня просили сделать обзор на эту игру, но тем не менее, вот этот обзор, и вы можете его посмотреть. Это игра, наверное, одна из самых страшных игр на iOS, как выражаются популярные издания. Одна из самых жутких игр для iOS, которые мне попадались. Это сказал Блоджер Дискастинг, какой-то там журнал, очень крутой походу. Это игра от русских разработчиков, выпущенная под началом Чилинга. Давайте это все дело пропустим. Мы с вами начинаем с тюрьмы. И наша с вами главная задача, это выбраться вот с вот этого вот помещения, то ли тюрьма, то ли больница. В общем, отсюда мы с вами должны... Ух, и тени, блин. Так, тапните по диктофону. Окей. Так. Мы с вами теперь можем посмотреть на предметы. Здесь мы с вами будем решать головоломки и выбираться из вот этих вот всяких, ну, передряг, которые нам с вами будут попадаться. Разведите пальцы. Окей. Вернемся, когда будем уже сами идти. Так как я очень большой любитель вот этих всяких хоррор-игр, я их, в принципе, не очень-то и люблю, но давайте раскрутим болт. Окей. Крутанули, теперь мы с вами... Ха... Свободны. Почти что. Ретро-зрение, что за фигня. Окей, открыли камеру, все, теперь мы можем идти отсюда. У нас есть два джойстика и... Блин. У нас есть два джойстика и мы должны идти отсюда. Чувак, это Рашка. Так, вот как-то вниз мне не хочется идти. Раз уж там в дверях прошла баба, нам сюда, пожалуй, нужно идти. Окей. Женщина прошла в твой стол. Это, походу, какая-то камера для пыток. Ну, в общем-то, я верю изданиям, которые говорят, что эта игра одна из самых хоррор-игр для iOS, и поэтому... Может быть, ну, нафиг, и как бы закончу это все. Ну, в общем-то, как говорят разработчики, да и вообще люди, которые в нее поиграли, игра интересная, и она действительно того стоит. Но непонятно, знаете, что, почему эта игра от русских разработчиков, но как такового русского языка здесь нету. Просто текст, озвучки нету, но хотелось бы иметь именно озвучку больше, чем сам текст. Так, все, мы это все прочитали, нафиг это все дело, уберем книжку и давайте пойдем дальше. Так, камера для пыток, окей, что мы тут не видели. Вроде все понятно, это то ли лифт, то ли непонятно что. Давай, толпай быстрее. Ага. Да, давай, открывай, падла. Так, в общем, не хочется открывать. Пожалуй, оставим это все дело здесь. Идемте, спустимся вниз. На моем втором канале, игровом, ссылка также есть в описании. Я играл в Outlast, и, в общем-то, ну, игра прикольная, но как-то... Не очень я хотел с ней играть. В общем, в этой игре мы будем много читать, много проходить и искать выход из этой вот, то ли тюрьмы, то ли больницы. Вот, ключик надо взять, чтобы был, почему бы и нет. Давайте закончим. Ну, нафиг такие игры, не люблю такие игры, хотя по графике она очень крутая и она стоит внимания. Называется In Fear I Trust. А на этом все, это был 49-й эпизод обзора игр, приложений для iPhone Apple Touch и iPad. На этом с вами можем заканчивать. Напоминаю, что у нас проходит конкурс на канале с главным призом в виде iPhone 5C, который завершится на этих выходных. Так что у вас еще есть время принять участие, там условия простые. Также прошу вас поставить много пальчиков вверх, потому что по старой доброй традиции у нас скоро цифра 50, и в общем-то следующий эпизод это 50, поэтому ставьте много пальцев вверх. Также не забывайте о яблочках, о нашем информационном партнере яблок.ком, на котором вы можете посмотреть все эти игры в более подробных обзорах. Пока!